Актёры Шадринского драматического театра вновь порадовали новым спектаклем. Постановка на сей раз принадлежит шадринскому режиссёру, заслуженному артисту Российской Федерации Владимиру Баранову. За основу действия театр взял пьесу английского писателя и драматурга Джона Попуэлла «Миссис Пайпер ведёт следствие». Спектакль выдержан в жанре иронического детектива. Пьеса довольно давно написана, отделена от нас временем, таким приличным временем. Но сюжет детективов никогда не бывает старым, всегда как бы для нас звучит вновь. И характеры, которые в этой пьесе, они безумно интересны, взаимоотношения все. Поэтому пьеса как бы привлекла наше внимание, внимание театра, и мы решили её взять. Любопытная пьеса. Сюжетная линия спектакля «Идеальное убийство» интригует зрительный зал с самого первого действия. Всё начинается, как в стандартном классическом детективе. Присутствуют и свидетели, и детективы, и труп. Правда, последний персонаж вскоре оживает, а потом вдруг количество мертвецов увеличивается. Тогда за расследование берётся инспектор полиции Бакстер, которого сыграл шадринский заслуженный артист Российской Федерации Валерий Мазур. Но когда следствие заходит в тупик, убийство раскрывает обычная уборщица Миссис Пайпер. На нашей сцене её играет актриса драм-театра Любовь Строганова. Алло, инспектор Бакстер, здрасте. С вами хочет переговорить ваш старый друг Миссис Пайпер. Ругается. Алло, Пинкертон Хренов. Слушай сюда, умная голова. Ты читал вечернюю газету? А потому, что там есть сообщение про труп неизвестного Нагинова, внуки Мхилля. Так вот, проверь, все ли пуговицы на жилете у этого субъекта целы. А если одной не хватает, так знай, она у меня. И ещё, проверь, какая у него группа крови. Не совпадает ли она с той, что на нашем стуле. А если он потерял ключи, то они тоже у меня. Отбой, Пинкертон! Некоторые зрители отметили, что не все действия со сцены смотрелись в духе английского времени. Но режиссёр ответил, что сделал это намеренно. Мы не играем сухих, желчных англичан, точную нацию. Мы играем как бы в взаимоотношениях, которые между русскими, американцами, англичанами, французами. Они почти везде одинаковые взаимоотношения. Поэтому для нас важна больше эта линия. И вообще, когда мы начинаем играть как бы иностранцев, это смешно. Так же, как американцы играют русских. Для нас это очень смешно. И если бы они посмотрели на нас, если бы мы попытались играть англичан, они бы сказали, да что вы, это не так. Поэтому мы как бы несколько дезавуировали всю эту ситуацию и вышли на систему взаимоотношений человеческих. В основном обстановка отвечала духу того времени. Но режиссёр всё же решил немного добавить современности. Это незначительные мелочи, которые не видно с первого взгляда. Ноутбук, сотовый телефон и кофейный автомат. По словам режиссёра, такой приём сближал сцену со зрительным залом. У заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Баранова насчитывается более 40 постановок. А по окончанию премьеры иронического детектива «Идеальное убийство» к его списку добавилась ещё одна режиссёрская работа.